Подобно тому, как Запад некогда ополчился против России, сейчас все от фанатов до крупных европейских чиновников пытаются отчитать Ближневосточный Эмират за самобытность и культурный суверенитет. Давят на правящую семью новыми скандалами. Например, сегодня болельщики не на шутку разъярились из-за запрета алкоголя на стадионах. Почему коллективный Запад не может играть в спорт без политики? Западный мир возмутила катарская трезвость. Хотя запрет будет только на алкогольное пиво и только внутри стадионов вечером в отеле выпить дадут, решение чиновников, главный скандал, спортивных новостей. Публично сейчас больше всех страдает не FIFA, у которой многомиллионный контракт с пивными брендами, а британцы их, дескать, обманули в ожиданиях. Times и Guardian накануне уверяли, что убрать алкоголь с трибун требовали лично члены правящей династии Аль-Тани. О том, что честной игры от Катара ждать не стоит, пишет и журналист Амджат Таха. Тут правда без конкретных имен. Катар подкупил 8 эквадорских игроков на 7,4 миллионов долларов, чтобы они проиграли матч, 0-1, гол, во втором тайме. Пять инсайдеров из Катара и Эквадора подтвердили это. Автор этого твита после учебы в Миддлсекском университете Лондона и работы на радио Бирмингема про ужасы арабского мира стал писать с завидной регулярностью. Предыдущие инсайды, впрочем, достоверностью не отличались, на что ему тут же указали коллеги. Но новость уже пошла в народ. Примерно так же получилось с кадрами болельщиков в Дахе. Людей с европейскими флагами назвали массовкой на зарплате. Потому что они не похожи на англичан и немцев. Тренеру сборной Дании, Касперу Юльманну, этого аргумента хватило. Если кто-то действительно думает, что сможет убедить людей в том, что эти прыгающие счастливые люди, это болельщики Дании или Англии, то это просто издевательство. Это театр, заявил датчанин. Что болеть за популярную команду, может индиец или араб, в голову, конечно, не пришло. Моим любимым игроком был Бекхэм, но теперь это Букайо Сака. Мы искренние болельщики. Многие из нас выросли, наблюдая за Бекхэмом и Ауэном, поясняет один из фанатов. Принцип не дня без скандала и в голландской прессе. Хотя журналисту показывают, где еще идет стройка, а где уже можно заселяться, тон репортажа остается прежним. Королевским люксом такой кемпинг, конечно, не назовешь, но стране с населением в три миллиона человек после турнира, просто некуда будет девать капитальные отели на сотни тысяч мест. Несколько месяцев назад британские правозащитники выпустили отчет с ужасающей цифрой, 15 тысяч рабочих якобы погибли на стройках Мундиале. Что доказательств нет полбеды. Оказалось, что цифра списана из официальной статистики Катара. Правда, там говорилось об общем числе иностранцев, умерших в стране за девять лет. Чемпионат мира в крохотной пустынной диктатуре практически без футбольных традиций. Что может пойти не так? Когда прозвучит первый свисток, забудем ли мы все о правах человека? Истерит французский канал. С правами человека в Катаре пошли навстречу. Несмотря на то, что шариат запрещает нетрадиционные отношения, болельщиков за это обещали не карать. В ответ попросив лишь не демонстрировать свои пристрастия публично. На что Федерация футбола Англии тут же ответила готовностью выплатить любой штраф, лишь бы ее капитан Гарри Кейн вышел на поле с радужной повязкой. Сборная США в шестицветную радугу собралась красить логотип. А немецкая Люфтганза отправляет в Катар целый самолет с обнимающимися мужчинами и лозунгом о многообразии. Мы приветствуем всех гостей. Но, конечно, люди должны учитывать наши законы и культуру. Что это значит? Люди должны сидеть тихо в отеле и не показывать, что они гомосексуальная пара. Когда я приезжаю к вам в страну, я соблюдаю ваши обычаи. Это называется уважение, заявил Амар Аль-Джабер, исполнительный директор оргкомитета ЧМ-2022 по размещению. ЛГБТ группировки фанатов есть, и такие теперь сдают билеты в Катар. От выступления на открытии отказалась Шакира и Рот Стюарт. А английской сборной, оказывается, мешают готовиться кричащие по ночам верблюды. Дело тут, конечно, не только в Катаре. Любое крупное событие теперь площадка для популизма. В чем убедился и капитан иранской сборной, которого вместо футбола сегодня почему-то стали спрашивать о протестах в его стране. Полагаю, вы из английских СМИ. Мы сталкиваемся с этим уже пару недель, со всеми английскими СМИ. Но мы здесь для того, чтобы играть в футбол. У нас всего четыре дня на главном турнире жизни. Только на этом мы сосредоточены, заявил Али Риза Джаханбахш, капитан сборной Ирана по футболу. Все это, конечно, не значит, что проблем с подготовкой не было. Некоторые отели сдадутся по зданиям, масштаб строек не оставили без внимания экологи. Другое дело, что так происходит почти с каждым мировым чемпионатом. Десять лет назад, когда чемпионаты присудили России и Катару, были некоторые рассуждения по этому поводу. Но тут внезапно в течение последних трех месяцев все взбесились. Такса.